Сегодня расскажем об одной из самых уютных улиц нашего города, улице Гоголя. Она всего 400 метров длиной, но каждый ее метр пропитан историей. Героиню сегодняшнего рассказа можно назвать рекордсменкой по количеству названий. В приведенном описании Харьков 1850-х годов Дмитрий Боголей и Дмитрий Миллер упоминают сразу три названия улицы Гоголя – Шерстобойная, Малая Сумская и Кокошкинская. А в целом за более чем 200-летнюю историю улицу переименовывали целых пять раз. Самыми ранними можно считать названия Шерстобойная и Малая Сумская. Неясно, какое из них возникло первым. Известно, что в середине 19 века они мирно сосуществовали не только в речи харьковчан, но и на официальных планах. Малой Сумской улицу, вероятно, назвали из-за близости к Сумской, а вот название Шерстобойная происходит от слова «шерстобой» – человек, обрабатывающий шерсть или изготавливающий пряжу. Не стоит думать, что в начале 19 века на улице жили исключительно ремесленники, специализировавшиеся на шерстяных изделиях. Район заселяли люди разных профессий, чинов и даже вероисповеданий. Скорее всего, название связано с небольшой фабрикой по производству из российской шерсти сукна, байки и фланели. Ее в районе современной улицы Гоголя основал в 1818 году змеевской помещик граф Девиер. Массовое переименование городских топонимов отнюдь не изобретение 2016 года. Случилось такое и в позапрошлом веке, в 1894 году. Гласные городской думы своим решением переименовали сразу 74 Харьковские улицы и переулка. Но интересная нам улица Гоголя, вернее, тогда еще Малая Сумская, в этот список не попала. В частности, новых названий чиновники хотели увековечить имена выдающихся личностей, в частности, генерал-губернатора Сергея Александровича Кокошкина. Для этой цели первоначально выбрали улицу Галушкинскую, утвердили, а затем, поразмыслив, передумали. И на следующем заседании в Кокошкинскую переименовали более презентабельную и красивую Малую Сумскую. А Галушкинская, кстати, сохранила свое имя и до наших дней. Вполне логично, что чиновники озаботились внешним видом улицу, которая судилась стать Кокошкинской. Вообще, все годы своего правления генерал-губернатор Кокошкин активно занимался благоустройством Харькова. По его распоряжению строили мосты, осушали болота, мастили улицы камнем, обустраивали набережную и возводили общественные здания парадной архитектуры. При Кокошкине кривые харьковские улицы выравнивали, что называется, под линейку. Если для этого нужно было снести пару усадеб, не проблема. Бывший оберполицмейстер, начальник полиции Петербурга Сергей Кокошкин и в вопросах градостроительства нередко применял жесткие методы. «Мне нужно, чтобы на улицах было хорошо, а в доме живите как хотите» в этой фразе генерал-губернатора. Весь смысл его правления. Благоустройство Харькова часто шло в ущерб его жителям, лишавшихся домов или вынужденных за свой счет устраивать тротуар перед домом. Как бы там ни было, при Кокошкине Харьков приобрел подобающий центру губернии вид и, наконец, избавился от навоза на улице. Носить имя деспотичного, но деятельного Кокошкина улице садилось всего 15 лет. В 1909 году ее вновь переименовали в Гоголевскую. В этот год как раз отмечали столетие со дня рождения выдающегося украинского писателя Николая Гоголя. В этот же год на площади поэзии открыли памятник автору «Вечеров на футере близ Диканьки». А чуть позже улица получила свое новое действующее до сегодняшнего имя – Гоголя. Продолжение следует... Д